Если Аня идет в школу пешком, а обратно едет на автобусе, то всего на дорогу она затрачивает полтора часа. Если же она едет на автобусе в оба конца, то на дорогу всю тратит 30 минут. Сколько времени потратит она на дорогу, если и в школу, и из школы пойдет пешком? Ну, это величайшая задача. Смотрите, что мы знаем. Если она идет пешком, а возвращается на автобусе, то это занимается и вторых час. Если же она на автобусе в оба конца, то 30 минут, а что значит 30 минут? Это одна вторая, это одна вторая часа. Спрашивают, если идти пешком и туда, и назад. Ну, это очень легко. Смотрите, как сделать. Мы можем из этого уравнения понять, что А это одна четвертая. Ну, и все. Значит, п мы знаем. П это 3 вторых минус 1 четвертая. То есть 6 четвертых минус 1 четвертая. Это 5 четвертых. Ну, и значит, п плюс п это 5 четвертых плюс 5 четвертых. То есть 10 четвертых. То есть 5 вторых на 2 с половиной часа. На самом деле, нужно было даже лечь. Смотрите. Ведь вот из этого уравнения п это 3 вторых минус 1. Поэтому мы не смогли написать так. 3 вторых минус 1, да еще 3 вторых минус 1. И что же это будет такое? Это 3 вторых, это 3 часа. Минус 2А. Ну, что такое 2А? 2А это половина. 3 минус 1 вторая, 2 с половиной. Те самые 5 вторых.